Всем привет! Главный дилетант страны на связи. Вы уже слышали то новое блеяние, которое человек, который исполняет функции президента, воспроизвел в Австрии? Если нет, то сейчас имеете возможность насладиться. Я дал маленький коммент по этому поводу на дружественном канале. Но самый главный вопрос из этого коммента, это, я так вот подумал, если З здесь, то кто остался в Нарне? Ну вот теперь, пожалуйста, вам видео его бле-бла-бла-бла-блеяния. Ну и, собственно, коммент. Зеленський прогнозует, что черговые переговоры радников в нормандском формате могут пройти в ближайшие 10 дней. При этом, главным достигнением перед встречи, которая произошла 11 вересня, президент вважает продолжение режима тиши. Давайте послушаем президента. На жаль, на 7-й тиждень после режима тиши мы потеряли. У нас было боевое потеряние. Загибли наш військовой, загибли наш герой. Потрібна была терміновая встреча радников. Не знаю, может, через то, что должна была встреча радников, может, через это было загострение. На этой встрече, думаю, есть главная. Будет режим тиши, не будет пострелив. Мы не верим, что не будет провокации. Но мы делаем все, чтобы не было загибли. Поспілкувался Володимир Зеленский с австрийскими журналістами в интервью-виданню «Вайн энцайтинг». Президент заявил, что Украина не отвечает на пострелы агресора. И это доброе. Пчевин вважает, что мешканцы Донбассу могут влаштовать бунт протиокупаційной влады. Давайте послушаем цитату. Там больше не стреляют, майже никто не гине. За винятком одниєї смерті втрат протягом семи тижнів больше не было. Это все бачат, и Европа тоже это бачит. Иногда бывают выстрели с боку сепаратистов, но мы не отвечаем на них, и это доброе. Люди, которые живут в оккупированной части Донбасса, также бачат, как живут украинцы по той биг фронту. Краще. У шахтарів на окупованому Донбассі все погано. Вони не отримують нормальної заробітної плати і повинні платити високі ціни на воду та електроенергію. Якщо терпіння людей там у якийсь момент вичерпається, то можуть також виникнути заворушення. Тим часом влада шукає речника для переговорників. Украинская делегація в тристоронній контактной группе щодо Донбассу запровадить посаду спикера, який має висловлювати єдину позицію представників Києва. Вот я когда слушал очередной раз заявление человека, который выполняет функции президента, у меня такой вот простой вопрос сложился. Слушайте, а кто в Нарне остался, если он сейчас здесь? Такое впечатление, что человек полностью не владеет ситуацией. Я хотел бы подтвердить свои слова. Допустим, миссия Ермака в Берлине, я считаю, полностью провалена. Знаете, что такое дипломатический провал? Когда стороны, которые встречаются, по итогу дають разные коммуники. Почитайте коммуники, которые нам представлено со стороны Ермака, и почитайте коммуники, которые нам представлено со стороны Кремля. Это абсолютно разные вещи. По большому счету Ермак в Берлине ни о чем не договорился. Он там говорит, я вас не перебивал, не перебивал, будьте любезны. Поэтому смотрите, какая ситуация. Господин Ермак нам говорит относительно Красного Креста, ну Красный Крест, это были договоренности двухлетней давности. О чем он там договорился? Теперь дальше. Вот то, что президент Зеленский заявляет о возможной встрече, да не будет ее. Знаете, по одной простой причине. Нет предмета для встреч. Почему? Потому что Кремль выставил очень четкий ультиматум, который касается местных выборов, на которые, ну, я очень надеюсь, что Верховная Рада не пойдет. Поэтому и встречи-то не будет. Встреча на уровне советников может быть сколько угодно. Теперь дальше, по поводу Нарнии, продолжаю. Президент Зеленский не исключил, как он сказал, бунты на территории оккупированного Донбасса. Ну, если он абсолютно не владеет информацией, хотя мы прекрасно знаем, что он большой любитель потыкать клавишами в соцсетях, пусть зайдет тогда через своих советников и просто узнает настроение тех людей, которые уже 6 лет находятся под российской оккупацией. Там не ждут Украину. Там массово ее не ждут. Про какие бунты он говорит. В любом случае, если там будут бунты, как он говорит, это будут не проукраинские бунты. Вот, пожалуйста, еще одно подтверждение. Теперь по поводу трехсторонней контактной группы. Ну, вы знаете, действительно, лебедь, рак и щука, по-другому не назовешь. Но ошибка-то не в том, что они разную позицию высказаны. Ошибка первая – это в персоналиях. Нельзя было этих людей назначать, я имею в виду, конечно, прежде всего Кравчука и Фокина, как представителей Украины. Это абсолютно советский рудимент. Я на самом деле, когда узнал про назначение впервые Кравчука и потом Витольда Фокина, я подумал, что это троллинг какого-то 80-го уровня. А нет, я ошибался. На самом деле, эти люди действительно представляют нашу страну в этих переговорах. Ну, слушайте, ну какая позиция президента, у которого, очевидно, эта формула просто перестать стрелять превратилась уже в идею фикс. Он будет ее действительно придерживаться до самого последнего момента. И даже уже, когда будет рушиться все, он будет постоянно, как главнокомандующий, отдавать этот приказ. Ни в коем случае не открывать огня. Да? Приказ огня не открывать. Поэтому ситуация на самом деле очень тревожная, и у меня все больше и больше складывается впечатление, что человек, который исполняет функции президента, это антоним слова «профессионал». Ну и как бонус этого видео, это обращение генерального прокурора госпожи Венедиктовой к Верховной Раде. Прежде чем мы пойдем дальше серьезно, я вот о чем подумал. Она мне очень напомнила Долорес Амбридж. Кто не знает, кто Гарри Поттера не смотрел, это такая звука-звука противная-противная временная директора Хогвартса. Ну вот судите сами, прав или нет. Пожалуйста. Я сюда пришла. И, может быть, это неправильно с точки зрения криминальной юстиции, но я уверена, что это абсолютно правильно с точки зрения поваги к депутатам и поваги к гражданам. Учитесь прилично и будете вознаграждены. А будете лениться, то последствия могут быть ужасными. Я ховатись не збираюсь. Приймати участь в театре одного або кілька акторів так само не будет. Я генеральный прокурор, а не збиральдель лайків. Давайте поговорим с вами совершенно открыто. Вам внушали, будто некий темный волшебник снова гуляет на свободе. Но все это ложь. Может быть, кто-то вкладывается впечатление, что генеральный прокурор кого-то пытается защитить, кого-то пытается отбелить. Абсолютно нет. Я хочу сказать, что я никого не буду покрывать. И если есть склад злочину, и доказан этот склад злочину, то конкретного депутата с конкретным названием будет притягнуть до ответственности. Ну а если серьезно, обсуждался один такой принципиальный вопрос. А почему она выступила перед Верховной Радой? Кстати, суть-то дела, это было предъявление обвинений новому взяточнику, которого поймали за руку от слуг народа депутату Юрченко, от слуги народа. Вот почему она выступила в Верховной Раде до того, когда НАБУ определила официальные документы. Я уже даже, знаете, не стал упоминать о двойных стандартах, о том, когда уголовные дела открываются, вообще неизвестно по каким причинам, там и относительно Маруси из Воробьи, и относительно Федыны. Но, отвечая на вопрос, чем было вызвано ее вот это вот преждевременное выступление, я дал следующий коммент. Пожалуйста. Два рода выходы перед Верховной Радой никогда не бывают спонтанны. Это вещи очень продуманные, это вещи политически согласованные, поэтому говорить о том, что она поспешила, нельзя ни в коем случае. Очевидно, мы становимся свидетелями сразу двух относительно новых событий в нашем политикуме. Первое, что назревает очередной конфликт между относительно новым генпрокурором и НАБУ. И второе, то, что микробы Зеленского, как они сами себя стали называть, в общем-то уже дошли до такого состояния, что нужно искать прививку не от коронавируса, а от этих самых микробов. Почему? Потому что они в любой момент могут взорваться и разлететься из Верховной Рады и создать нам какие-то определенные новые сложности в эпидемиологическом плане. Но на самом-то деле, смотрите, это все накладывается на одну такую штуку. Вы знаете, что был внесен в Верховную Раду проект бюджета на следующий год, хотя мы знаем только общие цифры пока что, но бюджет однозначно утопический, который не будет, хотя принять можно все что угодно, но они там еще больше передерутся, я имею в виду монобольшинство, они там с этим бюджетом окажутся как пауки в банке. Поэтому я бы очень не хотел думать, что это предтеча какого-то политического кризиса и политического раскола у вот этих самых микробов, но в любом случае они будут держать, я согласен с коллегами, паузу и делать все возможное для того, чтобы тему с возможным получением неправомерной выгоды по крайней мере отложить до выборов. А потом я не исключаю, учитывая то, что рейтинги катятся просто со скоростью снежной лавины, может быть нужен будет украинскую мову ЦАП Витбувайло, чтобы показать, что мы все-таки против коррупции. И тогда вот этого депутата, а почему бы не отдать на растерзание и показательно не впаять ему, конечно же, условно, конечно же, условно, там годик-другой. По поводу зеленых микробов, кто не знает, депутаты и отслуги народа уже неделю сами себя так называют. Поэтому, слушайте, давайте, наверное, отбросим уже понятие МОНа, большинство будем просто называть микроб. Ну, на сегодня все, друзья. Если вам не жалко, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вам понравилось, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Скоро увидимся. Всего доброго.